Добрый вечер! Вы смотрите ОСТВЕСТ, европейский информационный телеканал на русском языке. Мы вещаем из Берлина и в эфире Дайджест новостей в студии Мария Макеева и в этом выпуске. Казус Бабченко. Пока русскоязычные журналисты ругаются из-за воскревшего в Киеве публициста Бабченко, иностранная пресса довольно едина в своем отношении к этой истории. Спецоперация СБУ оказала услугу Москве, медвежью услугу западным лидерам и подорвала доверие к прессе и к украинскому государству. Сегодня станет ясно, грозят ли Италия перевыборы. У победивших на выборах правых партий остается последняя попытка сформировать коалицию правительства. Тем временем в северном итальянском городе Перудже появились объявления на входе в магазины «Извините, дорогие немецкие туристы, но для вас все в два раза дороже». И Европа теперь тоже под санкциями. Американские пошлины на стали, алюминии из ЕС вступят в силу в полночь 1 июня. Такое заявление сделал министр торговли США Уилбур Рос. Евросоюз объявит об ответных мерах в ближайшие часы. Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, уже назвал решение США неприемлемым. А вы что, хотели бы, чтобы он на самом деле умер? Это, наверное, самый популярный вопрос в соцсетях последние сутки. Министр иностранных дел Германии Хайко Масс сегодня в ходе встречи и последующей пресс-конференции со своим китайским коллегой произнес, вынужден был произнести небольшую речь по поводу так взволновавшего весь мир без преувеличения псевдоубийства и чудесного воскрешения российского журналиста Аркадия Бабченко. Масс отметил, что Германия счастлива, конечно, что Бабченко жив, но все-таки остаются некоторые вопросы. Что касается Бабченко, хорошо, конечно, что человек жив. Честно говоря, у меня еще недостаточно информации о том, что произошло, чтобы делать какие-то выводы. Надеюсь, что сегодня вечером, когда я буду в Киеве, мне предоставят какую-то информацию, чтобы я мог сформировать свое мнение о случившемся. Мы считаем, что необходимо принять во внимание произошедшие, неразрешенные вопросы и встающий в этой связи вопрос доверия. Нужно прояснить эти моменты и сделать это в соответствии с законом. Это одна из реформ Украины – создать государство, в котором бы главенствовал закон, и это была бы отличная возможность обернуться назад и переоценить спорные для многих людей моменты. Само значение этого понятия – верховенство закона. И таким образом доверие может быть восстановлено. Утрата доверия в перемешку с радостью по поводу того, что вот хоть одна подобная история, подобная смерть обернулась друг новогодним чудом. Действительно ли невозможно было задержать наемного убийцу и организатора преступления без того, чтобы весь мир думал, что российский журналист-диссидент, как Бабченко называют западные газеты, мертв, включая министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который выражал всячески искренние соболезнования семье покойного еще вчера, а совсем недавно разбирался с историей реального покушения на двойного агента Сергея Скрипаля и находился из-за этого в эпицентре скандала, как мы помним, с Россией. Включая также и президента Германии Франка Вальтера Штайнмайера, который в тот момент, ну так ему не повезло, находился в Украине и обсуждал убийство Бабченко с президентом Украины Петром Порошенко. А тот, президент страны, единственный, по его же словам, из украинской администрации, кто вообще был с самого начала в курсе, он знал, что это инсценировка, и в разговоре с немецким коллегой, с президентом молчал. Следовало ли так поступать, инсценировать смерть, объявлять об этом на весь мир? В этом отношении совершенно перессорились журналисты, российские, и при этом совершенно определенного мнения придерживаются иностранные прессы, иностранные журналисты. Винсент Госселан из французского издания Le Monde, он считает, что фактически открыта новая эра, сфабрикованная смерть русского журналиста Бабченко, пишет он, приемлемо ли использовать фейк-ньюс для триумфа правды? Что же, завершает он, вот вам моральная дилемма на ближайшие 10 лет. Четче высказывается немецкая Ditside. Фейк-ньюс для России убийства Аркадия Бабченко в будущем станет удобным способом подтверждать свою невиновность. Немецкий журналист Мартин Хоффман резюмирует. Одно можно сказать наверняка, пишет он, весь этот номер будет иметь катастрофические последствия для авторитета журналистов, и, естественно, всем этим из-за пропагандистских соображений воспользуются Rush Today и, видимо, имеется в виду РТ и компания. Очень глупо все это, резюмирует Хоффман. Инсценировкой покушения на Аркадия Бабченко Украина навредила прежде всего самой себе. Это пишет австрийская Вейнерцайтунг, добавляя, что Украина таким образом подтвердила репутацию непредсказуемой страны, и, как знать, Запад теперь может не пожелать теснее сотрудничать с Киевом в связи с утратой доверия. Впрочем, вот чешская журналист Петра Прохаскова, она долгие годы работала в России, она не согласна с тем, что Бабченко не следовало будто бы сотрудничать со спецслужбами. В своей статье, опубликованной газетой Ледови Новины, она пишет, Сам Бабченко абсолютно достоин доверия. Своими статьями, своей жизнью он доказал, что он не только смелый и мужественный человек, но еще и блестящий журналист. И ставить ему в вину сотрудничество со спецслужбами, в то время как речь по всей вероятности шла о его жизни, просто глупо, отмечает она. Ясно одно, он был наживкой, а наживка всегда подвергается огромному риску. Это точно сказано. Так и что? Так необходим ли был этот риск? Возможно, это действительно не вопрос морали, журналистской этики и доверия вообще, даже в мире фейк-ньюс, даже в мире беспрецедентного падения, доверия к прессе в целом. Это вопрос безопасности конкретного человека Аркадия Бабченко, как возможность жертвы наемного убийцы, и вопрос успеха всей операции. Мы поговорили сегодня об этом с руководителем юридического департамента фонда «Руссидящий» Алексеем Федяровым. В прошлом он возглавлял следственный отдел прокуратуры Чувашии. Ну, эти операции не только видел, но и готовил в составе следственно-оперативной группы. И расследовали мы такие дела по тем делам, в которых я сам участвовал как руководитель следственной группы, либо как следователь при подготовке вот этих вот вещей. Мы никогда не использовали эти сценировки. Я знаю, что в России такие были примеры. Ну, те же Паша, цветомузыка, Мэр Ишкараловик. Никакой необходимости в них доказательственной я не вижу. Поскольку в любом случае будет квалификация та же самая. Организация покушения на убийство. Убийства же не было и не было бы. Вопрос, касающийся необходимости вот именно предоставления сведений об убийстве. Это крайне сомнительно, с доказательственной точки зрения. Это ничего не дает, потому что у вас в любом случае, если вы серьезные спецслужбы, у вас уже подведенный исполнитель к заказчику, у вас зафиксированы переговоры, у вас, возможно, получен какой-то аванс, у вас достигнуты договоренности, которые зафиксированы какими-то данными объективного контроля. Это аудиозаписи, видеозаписи. Если этого нет, то, в принципе, вы и не спецслужбы, значит, тогда если вы этого не можете взять на этом моменте заказчика, передать его правосудию, никаких проблем, вот в этом я не вижу абсолютно. Доказательственно, сама инсценировка не добавила ничего. Нет, я не спорю. Вполне вероятно, что это такая спецоперация, что там был и третий, и четвертый субъект, и нужно было отслеживать это, и не спугнуть. Нет, не исключаю, конечно. Единственное, в чем я очень-очень сомневаюсь, что спецслужбы вообще нанимают каких-то кельтров. Вы понимаете, это негласное правило всех хороших, качественных спецслужб мира. Ликвидаторы работают самих спецслужб. Кого-то вербовать для этого, рисковать при этом тем, что ты какого-то абсолютно левого гражданина, человека вербуешь, который тут же пойдет, сдаст тебя. Ну, не знаю, это несерьезно, в общем, без спецслужб. Крайне несерьезно. Все коллеги, с которыми я общался, и из следственных органов, криминалисты, оперативники серьезные, наш круг вообще, в принципе, никогда не поддерживали идею с инсценировками. Это всегда слишком большой удар по близким. Это всегда ты взвешиваешь. А стоит ли это делать? Потому что ведь на этом фоне кто-то может вообще с уицидом жизнь покончить, понимаете? Ты всегда это взвешиваешь. Но есть вот такие вот люди, там, склоны к апатажу, как, ну, та же самая известная история, там, с Пашей, там, музыкой, там, гробы вынесли, там, все это было организовано с согласием всех. Ну, не знаю, мы на это никогда не шли. Я еще раз говорю, доказательственно это ничего не добавляет. Может быть, из оперативных соображений нужно было. Доказательственно не добавляет. Теперь Аркадий Бабченко говорит, что самая-то близкая жена, по крайней мере, как выясняется, все-таки обо всем этом знала. Еще одна интересная деталь, которая некоторым образом иллюстрирует или может проиллюстрировать то впечатление, которое хотели произвести этой спецоперации, спецслужбы и произвели. И во вторник вечером, если помните, Миру предъявили же не только сообщение само об убийстве Аркадия Бабченко и его смерти, но и фотографию его бездыханного тела на пороге его киевской квартиры. Так вот, к этим фотографиям тоже с самого начала, как сейчас выясняется, были вопросы именно у сторонних наблюдателей-криминалистов. Естественно, что в тех обстоятельствах, когда смерть Бабченко официально была подтверждена, они свои подозрения не высказывали. в стадии, так скажем, вытекания из организма, она очень текучая, она растекается по всему полу. И если такие ранения происходят, то человек лежит не просто в лужу, но весь пол залит к этому. Там наступить некто. Ну, это такие профессиональные моменты, но бывает всякое, я еще раз говорю. Может быть, это малокалиберный пистолет, пули застряли, может быть, как-то еще что-то, особенности организма. Все может быть, поэтому мы как-то оставили это без комментариев. Добавлю, что сегодня Шевченковский район и суд Киева назвал фамилию предполагаемого организатора покушения на Аркадия Бабченко. БЛ, это инициалы Герман, так значится в сообщении суда. Он рассматривал сегодня ходатайство об аресте этого человека. И еще одно Аркадий Бабченко объявил сегодня на киевской пресс-конференции очередной, что решил стать гражданином Украины. Это цитата из сообщения Интерфакса, в частности, разговор о том, чтобы получить гражданство был, я не стал отказываться, скажу честно. С четверга в Гамбурге вступил в силу запрет на старого образца дизельные автомобили, которые со временем распространятся на всю Германию, но вот пока что не действуют даже целиком и во всем городе, во всем Гамбурге. Речь идет о двух, правда, очень загруженных участках дороги в центральном районе Альтона. С сегодняшнего дня там могут ездить только машины с новейшими стандартами дизельного топлива Евро-6. Для старых дизельных машин проезд запрещен. Власти города надеются, что это сделает воздух в Гамбурге несколько чище. Полтора километра на Штрезенманн-страссе. Там теперь запрещен проезд старым дизельным грузовикам. Еще 580 метров на Макс-Брауэр-аллее. Там четверга не могут ездить и легковые машины тоже, чье дизельное топливо не соответствует стандарту Евро-6. Перед тем, как ввести в действие запрет, городские власти установили около сотни запрещающих и разъясняющих знаков на улицах, чтобы ни для кого новшество не стало неожиданностью. Впрочем, говорят об этом месяцами так много, что вряд ли найдется хоть кто-то, кто вообще раньше ничего об этом не слышал. Ну, по крайней мере, в Германии точно не найдется. И все бы, вероятно, даже и приветствовали такую меру, если бы не простое обстоятельство. Бензин в Германии дорогой. А вот дизельное топливо невероятно экономное, поэтому решение постепенно, но отказываться все-таки от дизеля, очень многих расстраивает. Тем более, что есть кому расстраиваться. Треть всех автомобилей в Германии это по-прежнему дизельные машины. Поначалу полиция, поймав нарушителей в Гамбурге, будет только напоминать о новом правиле. Спустя небольшой переходный период начнут штрафовать. 25 евро за штраф с легковушки и 75 с грузовика. По всей Европе запрет на автомобили с дизельным топливом начали вводить довольно давно, но, по крайней мере, какое-то уже время, и только Германия оставалась в этом плане последним таким оплотом. И сегодня этот оплот редут окончательно пал. Возможность вводить такой запрет на локальном, на городском уровне появилась тоже достаточно недавно, после того, как в феврале этого года федеральный суд постановил, что это вообще законно, и что дополнительного разрешения от властей более высокого уровня не требуется. Город может принять подобный запрет сам. И Гамбург так, собственно, и поступил. Теперь защитники окружающей среды ожидают эффекта домино, в том смысле, что, к примеру, Гамбурга последуют и другие крупные города Германии, где ощущается воздействие автомобильных выхлопов. Италия замерла в ожидании решения лидера правого крыла Матео Сальвини. Сегодняшний день не последняя его попытка сформировать правительство и избежать перевыборов. Сальвини – один из лидеров партии «Лига Север». Он заявил, что серьезно взвесит предложение Луиджи Демао из партии «Пяти звезд», сделанное ему в среду. Демао призвал своих партнеров из «Лиги» пойти на уступки на пост министра экономики вместо Паула Савоне предложить другую политическую фигуру, другого кандидата. Ранее за кандидатуру именно Савоне президент республики Серджио Моторелло отказался утвердить состав популистского правительства и поручил сформировать временный кабинет министров до проведения в Италии досрочных парламентских выборов. Если новое предложение будет принято, то правительству правых в Италии быть. Либеральной Европе и общественности расстраиваются, ну хоть уже не так сильно. Итальянцам не тратятся на новые выборы, при этом и возможно готовятся к выходу из еврозоны, поскольку это одно из намерений, из предложений и намерений, озвученные представителями победивших на выборах партий. Без привлечения во все – газетных, телевизионных, социологических опросах. Итальянцы говорят о том, как они устали от этого, как они потеряли терпение, как хотят уже какой-то хотя бы определенности. Что касается выхода из зоны евро, то тут итальянцы скорее не верят в то, что их политики популисты действительно в итоге на такое пойдут. А они просто торгуются с остальной Европой на предмет снижения налогового времени. Неудовольствия в разных европейских странах, вызванные общей фискальной политикой ЕС, очень часто упираются в недовольствия именно Германии. И вот какую любопытную форму это приняло в итоге в итальянском городе Перуджа. Это объявление в среду рядом с разными лавочками, магазинчиками, прочими посещаемыми туристами-объектами в Перудже. Появились вот такие объявления. Надпись эта гласит, мы хотели бы информировать наших клиентов из Германии, что для них цены в два раза выше. Мы же на ценах хлебников. Уверены, что вы поймете нас правильно. Андрея Фонте, торговец за газетами, говорит, что надеется, что люди поймут его иронию. Он тоже принесил такое объявление. И что пока негативных откликов он от клиентов-иностранцев не получал. Я думаю, что люди поймут, что эта ирония просто для смеха, как это и должно быть, чтобы не обсерьезнивать и без того драматическую ситуацию. Я могу сказать, что надо разделять ответственность с Германией и ее вмешательством, которому наша страна никогда не имела сил, или желание противостоять, или как-то попытаться выйти из этой ситуации. Я пришел купить ботинки, и, упс, увидел это объявление. Я подумал, что они хотят мне сказать. Я думаю, что это провокация, но я понимаю, что это значит. И я могу сказать, что тоже немного думал об этом. На этой неделе тот самый Уль и не только он имел дополнительный стимул и повод подумать на эту тему. Рынки на фоне политической нестабильности в Италии все последние дни избавлялись от итальянских ценных бумаг. И не самым удачным образом это прокомментировал немецкий политик от ХДС Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эйтингер. Он сказал буквально, что негативная реакция финансовых рынков отучит итальянцев голосовать за популистов. Глава итальянского ультраправа партии Италии Лига Матео Сальвини после этого потребовал отставки Эйтингера. Тот извинился, но осадок остался. На этом у меня все. На сегодня в студии была Мария Макеева. Завтра вернусь к вам с новостями в то же самое время в прямом эфире телеканала Оствест. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok